сегодня 23 августа прошло два месяца того дня как не стало ее что но многие люди которые его любят к сожалению живут очень далеко от москвы где проходили похороны и поэтому не смогли приехать пропорщаться с ним я был среди тех кто среди многих тысяч людей которые смогли приехать и поэтому я расскажу немножко о том не это был очень очень яркий солнечный день не по московским меркам жарки даже я бы назвал очень душно люди в эти дни обычно отлеживаются под кондиционерами но несмотря на эту давящую жару тысячи людей и взрослых и молодых и пожилых приехали на троекуровской кладбище в этот день я поехал специально на общественном транспорте знаю что мы потом хотели бы собраться и помянуть юру вместе с другими оренбуржцами которые живут в москве либо специально приехали в этот день для того чтобы проводить юру для меня было очень удивительным ощущение что как будто вся москва в этот день прощается с юрой стоя на остановке ты понимал что десятки людей вокруг знают об этом событии трагическом и многие едут именно туда в автобусах доехали люди пели песни юры все вместе дружно несмотря на давку спокойно ехали пели песни а когда музыка затихала и была небольшая пауза кто-то включал на своем телефоне снова его песни автобус снова начинали подхватывать его песни исполнять выйдя и идя длинную дорогу около километра до кладбища и обращаешь внимание на то что некогда пустые улицы превратились в такую реку с двухсторонним движением ручеек одни люди шли туда текли юрий попрощаться другие уже шли обратно это было видно потому что у всех руках были либо открытки с юрой либо и еще какие-то фотографии вот видно было что они идут уже оттуда народу было ну все мы знаем все видели и видео и фото и вот я свои немножко выложу я много не фотографировал не снимал но все-таки проходя церковь звонили клуб купола и ощущение было как будто действительно мир прощается с юрой все стояли спокойно сколько бы там ни пришлось времени часов спокойно обсуждал не было никаких эксцессов все было хорошо организовано и даже были скорой помощи которых время от времени заходили люди не выдерживая эту палящую жару и зной но несмотря на это я не видел никого кто бы развернулся из этих тысяч людей и просто не стал ждать развернулся ушел все спокойно дождались того момента когда можно зайти и увидеть юру в последний раз отстояв ну около часа наверное в очереди вместе со всеми я никакими не пользовался вип проходами и так далее я вместе со всеми поклонниками зашел в траурный зал где было чуть по прохладнее кондиционеры просто не справлялись потому что такого потока потока прощающихся но этот троекуровское кладбище давно не видела несмотря на то что там очень много похоронено известных людей и звезд это действительно самая народная любовь которую люди своими ногами доказали придя туда проститься с юрой еще наверное около часа может быть полутора мы встретившись с другими оренбуржцами можно сказать провели в зале дочь валентина николаевна тазикенова и жанна сын прилетел с алматы с детьми виктор который является тоже воспитанником валентина николаевны до мир который был попечителем дома детства вот небольшая группа людей нас которые собрались побыли в траурном зале несколько часов простившись потом в перерыве охране дали команду для того чтобы можно было подойти ближе к робу проститься с юрой отдали дань уважения ему и любви ну после чего после чего вышли непосредственно в клуб дворика троекуровского кладбища и увидели такие длинные стоявшие напоминающие библиотечные шкафы траурные специальные ящики в которых в несколько рядов располагались ячейки ячейки с кремированными людьми ушедшими не могу сказать что у кого-то из нас была точная версия почему юру именно решили кремировать но предполагали что может быть супруга хотела увезти в германии или что-то но когда узнали что есть место для захоронения что игорь крутой выкупил и и помог с организацией всего этого траурного мероприятия тогда мы собственно до сих пор остаемся в неведении до сих пор не знаем точную причину но эти нюансы мы обсуждать не стали мы поехали все вместе собраться для того чтобы в этот день помянуть юру и еще несколько часов мы вспоминали замечательные истории с ним связанные у каждого было много что сказать потому что многие с ним выросли вместе рядом общались естественно долгие годы но собственно такой был день он и сложный одновременно был и радостный потому что вспоминали его еще можно было бы снять несколько видео для того чтобы вспомнить юру или рассказать какие-то истории если пожелаете напишите в комментариях могу рассказать про историю про одной из трех его семей могу рассказать о планах которые предполагали осуществить вместе с юры в будущем вот напишите какие вы бы хотели истории ну конечно за эти два месяца было очень много версий до сих пор не знаю и не хочу по большому счету осуждать какие-то сплетни если желаете послушать какие-то истории то пишите поделюсь ну и главное что сейчас после его ухода мы бы хотели обратиться главе города оренбурга соломину и председателю городского совета депутатов ольги березневой с просьбой увековечить имя юры и дать название новые улицы в городе оренбурге имени штунова если вы поддерживаете данную инициативу то я прошу вас внизу под этим видео находится ссылка на петицию которую могут подписать люди из любых городов и стран возможно в некоторых странах таких как казахстан и есть ограничение доступа к этому ресурсу ночи зубин можно прийти также подписать вот ну и конечно если вы подписали то пожалуйста продолжайте распространять эту ссылку своих соцсетях и мессенджерах среди своих знакомых друзей если мы наберем несколько тысяч голосов я уверен что власть оренбурга поддержит эту инициативу спасибо все и оставляю вас умирать на белом холодном огне хорошего вечера вам счастья, радости, любви и всего самого-самого доброго и берегите себя спасибо